привет меня зовут паша кочеров я работаю в компании city mobile и должность моя называется руководитель группы разработки фронтенд по-человечески это значит что я руковожу ребятами фронтендерами которые делают меня п для для сети мобила это такси вконтакте это прокат вконтакте но мы про них поговорим на самом деле и о чем я пришел вообще сюда поговорить большинство из вас наверное работает во фронтенде и у большинства из вас есть какой-то один ап на котором вы работаете в некоторых их больше некоторых меньше тут неважно у вас есть один ап в нашем случае это системобил ну я полагаю все знают что за приложение стимобил то что это заказ такси и бла-бла-бла тут все понятно и как и практически любое приложение на сегодняшний день она использует интернет и ходит в бэк-энд наше не исключение она тоже ходит в бэк-энд и она ходит не в один богат у нас есть несколько сервисов это гео это поиск это оформление заказ и так далее так далее то есть пять плюс сервис она в них во все ходе в каждом сервисе есть безусловно больше одного эндпоинта и суммарно набирается 50 с лишним эндпоинтов и приложение не одно а два понятно дело это android это ios и тут все стандартно и все в общем то хорошо пока не начинается второе у нас есть еще один а это такси вконтакте плюс минус сети мобил только вконтакте тут вы все знаете и он тоже ходит в много сервисов даже больше чем основной а потому что есть вк специфичные штуки он тоже использует почти те же или почти почти все ручки из сети мобила и какие-то свои дополнительные это 7 плюс сервисов много ну ладно живем как живем и тут приходит еще один а это прокат вконтакте это аренда самокатов и да это не такси и но это тоже фронт-энд она тоже использует часть методов которые используют такси вконтакте авторизация например и ну ладно с этим как-то живем а тут приходит еще один а и он ходит все туда же он использует те же сервисы те же ручки возникает вопрос а как нам с этим жить и удобно и на самом деле вариантов у нас несколько вариант 1 это просто накопи пастить api клиенты ну как рабочий вариант всем когда так делали вариант номер два вынести в библиотеку какие-то общие штуки вариант хороший но это нужно делать а как правило у нас всегда горят сроки бизнес что-то хочет и так далее и это нужно поддерживать на что тоже нужно время ресурсы и еще пара вариантов это backend for frontend и это gateway про них мы поговорим прямо сейчас и очень кратко и быстро backend for frontend у нас нет ресурсов чтобы разрабатывать у нас нет ресурсов чтобы его поддерживать и поэтому этот вариант мы сразу отмели а gateway у нас нет ресурсов чтобы его разрабатывать у нас нет ресурсов чтобы его поддерживать этот вариант мы тоже соответственно отмели и таким образом мы приходим копипасте потому что нам нужно делать что-то уже сейчас нам нужно зарелить mvp а техдолгом мы будем заниматься чуть позже когда скажем будет затишье окей мы на копипасте ли релизнули все хорошо у нас началось затишье пора посмотреть а черном делать с техдолгом который мы изначально сами знали что делаем сами себе у нас есть важные штуки у нас есть вердася и у нас есть com company name core вердася для тех кто не знает это npm registry у вас может быть nexus у вас может быть хоть public npm registry не суть важно и company core это какой-то репозиторий в котором есть общие библиотеки утилиты тузы и так далее так далее если у вас его нет то ну вы можете его завести это довольно стандартная история мы посмотрели на это дело и прикинули что ага а давайте их заюзаем и тут мы приходим к общим либо как я уже говорил ранее вариант с общими ли вами неплохой но их нужно поддерживать нужно разрабатывать мы пошли по пути на меньшего сопротивления и сделали общую любу в общей любе у нас был base api и base http клиент что это такое по большому счету это api клиент который использует http клиент тоже базовый и от него мы можем на экстендить любое количество клиентов в любом проекте таким образом мы уже сократили копипасту кода и при этом его кажется почти не нужно поддерживать потому что ну чего там изменится выглядит это примерно следующим образом наш какой-то сервис он ходит куда-то он экстендит base api и просто описываем ручки все окей хорошо но в любом случае нам нужно описывать ручки это снова или копипаста или какая-то сложная поддержка давайте посмотрим еще вокруг чего же у нас есть backend есть в репозитории документация и все мы ходим смотреть документацию рано или поздно и кажется что никто ее не пишет руками чтобы она выглядела красиво в сайте и так далее ну все мы знаем storybook но никто не верстает трибук и раз она генерируется в такую красивую штуку почему бы нам генерируете в что-то что будет полезно для нас бегло погуглев мы нашли такую замечательную вещь как своя type script api это npm пакет и чего он делает он умеет жевать сваги ропа напи и похожие штуки и выдавать на их основе какой-то код он генерирует код он генерирует типы для type script а и он самое главное расширяемый он поддерживает свои шаблоны с помощью которых мы можем накрутить вообще чего нам хочется ok штука классная генерируем типы это экономит нам тонну времени но проблемы с копипасты и проблемы с переописанием одного и того же никуда не делать давайте пойдем дальше type script api у него есть шаблоны шаблоны базовые которые там есть по умолчанию шаблоны базовые которые написали мы сами для себя и шаблоны для сервисов которые экстендит эти базовые шаблоны потому что сервисы хоть и похоже но все же они разные кто-то возвращает 401 на протухший токен кто-то возвращает 200 в теле говорит о том что токен протух поэтому там есть цель нюанс и к чему приходим мы приходим к очередному пакету компании frontend api вместо компании подставить название своей компании у нас есть вердасио у нас есть репозиторий давайте их скрестим что ли и тут начинается интересная история мы безусловно скрестили эти две вещи у нас появилась туза в которой ты скармливаешь свайдер ну и другой похожий формат и она выдает тебе на выходе готовый api клиент все круто ты можешь его использовать но проблемы все еще есть а именно для обновления когда бакенд зарелизил новую ручку добавил поле удалил поле не суть важно нужно сделать пять приседаний это найти свагер это положить его в репу сгенерировать новую запаблишить обновить в проекте в общем штуки монотонные кажется автоматизируемые и тут мы лезем в гитлаб сайт у нас используется гитлаб у кого-то битбайт у кого-то гитхаб не суть важно везде у всех есть сайт и у гитлаб ся есть такая замечательная вещь как downstream pipeline downstream pipeline это pipeline который мы можем запустить из другого репозитория и другой репозиторий в нашем случае это backend репозиторий собственно downstream pipeline мы можем запустить его из другой репы мы можем передать ему любые параметры которые нам нужно мы сами управляем когда мы хотим запускать и по каким условиям и самое классное это backend потому что backend спокоен так как ну согласитесь скорее всего если backend лезет во фронт репу вы будете очень пристально смотреть что он там делает точно так же и с backend и фронт эндом соответственно вот таким маленьким сниппетом реализуется весь этот downstream pipeline мы указываем здесь stage это build мы указываем здесь allow failure чтобы практически гарантированно пройти ревью на backend так как если эта штука упадет ничего страшного не случится мы указываем переменных что это за сервис мы указываем триггер что именно нужно триггернуть и самое классное в конце это он ли changes мы триггерим этот план только когда у бэкэнда изменяется яму файлик в котором раз лежит документация описание всех методов таким образом мы приходим ровно к одному приседанию чтобы обновить наши api клиенты нам нужно просто апдейтнуть версию в пакет джессон и это кажется операции для всех более чем рутинная собственно настоящее время что у нас сейчас со всем этим делом происходит у нас пять сервисов полностью автоматизированы у нас есть два варианта работы со свагером я говорю свагер но она поддерживает open up и еще эти разные штуки мы можем или взять его прямо из репозитория или мы можем загрузить его по сети потому что некоторые репозитории генерируют это дело в процессе билла и потом хвостят это просто расширяем а почему это просто расширяем а мы копируем одну папочку вставляем в другую немножечко правим шаблоны под нужный сервис если они отличаются от дефолтных и закидываем сниппет выше в репозиторий с бэкэндом все и штука это работает вроде кажется она работает хорошо потому что мы ее так и не дорабатывали больше хотя планы наработки конечно же есть собственно где все это посмотреть мы сделали на гитхабе репозитории в репозитории рабочая штука но она для гитлаба и она с отсутствием нашей специфики то есть она рабочая но под себя вам все равно немножко придется ее подправить и что почитать можно почитать про свагер тапе скриптапе это очень мощная либо я ее крайне рекомендую это вердасио или nexus или любой другой нпм репозиторий и гитлаб multiproject pipelines и downstream pipeline в частности и на этом все я наверное передам слово паше вопросом